Тундра без границ. В рамках одноименного проекта это еще раз доказали сотрудники этнокультурного центра. Они провели концерты в поселке Нельминос и деревне Андик. В состав группы входят ансамбли родные напевы, шкатулочка, югыдшонды и ненецкая фольклорная группа Ханептё. Мероприятие посвятили двум юбилейным датам. Устилемский район, как и Ненецкий округ, отмечают в этом году свое 85-летие. Укрепление дружбы между Республикой Коми и Ненецким округом – основная идея проекта «Тундра без границ». Поэтому для выступлений этнокультурный центр, неизменный организатор программы, подбирал коллективы разных национальностей, чтобы со сцены звучал коми, русский и ненецкий языки. Первое выступление артисты провели в поселке Великовисочное и Хангурей. Нельминос – третий населенный пункт, где высадился этнокультурный десант. Добрый день, уважаемые друзья. Мы рады видеть вас на празднике. Ненецкий край собирает друзей. Представители эпической культуры округа фольклорная группа Ханидзио в переводе с ненецкого сова собирают старинные рассказы, песни и мифы ненецкого народа. Название выбрано не случайно. Совы, птицы неперелетные, родных мест никогда не покидают. Так и участники коллектива своим творчеством сохраняют культуру ненецкого края. Мы объединились с целью сохранения нашего языка, чтобы со сцены звучал ненецкий язык. Выступаем мы только на ненецком языке. Успехом у зрителей пользуется фольклорный ансамбль «Родные напевы», представляющий уцелемскую культуру. Выступая в этнокультурном десанте, артисты носят свою лепту в укрепление дружбы между народами, проживающими в ненецком округе. Мне очень понравилось. У нас нечасто такие концерты бывают. Но такие коллективы приехали, которые у нас не только в округе, но и ездят по заграницам. Из Нельминоса артисты отправились в Антик. Чтобы подарить свое творчество большему числу жителей, участники проекта прошли по центральной улице деревни с песнями и хороводами под гармонь. Антик стал финальным пунктом проекта «Тундра без границ». Творческий путь по деревням и поселкам ненецкого округа этнокультурный десант продолжит следующим летом.